Здравствуйте! В эфире пятый канал в студии Анастасия Мосина о главных событиях этого дня и уходящей недели прямо сейчас. Ну как здесь жить? Здесь изначально нужен ремонт. Сколько нужно денег? Очередникам на жилье администрация города предлагает квартиры, непригодные для проживания. В отношении него был составлен протокол по части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. Каннские полицейские задержали местного жителя, который может быть причастен к пожару на свалке Горбыля за Абонской горой. Вы нигде в городе Каннске больше такого не увидите. Премьера сказки балета Чиполина состоится 6 и 7 апреля. На некоторое время спектакль исчезал из репертуара детской школы искусств. Сейчас его восстановили, обновили, но сохранили уникальную хореографию. На этой неделе глава Каннска выступил перед депутатами с отчетом. Народные избранники оценили деятельность администрации в 2018 году удовлетворительно. В рамках своего доклада Андрей Береснев затронул злободневные для города проблемы, решением которых необходимо заниматься и дальше. Это и отходы лесопиления, внешний облик Каннска и, в частности, вопросы благоустройства общественных пространств, озеленения и дороги. Отдельно мэр рассказал о том, какие меры предпринимаются, чтобы снизить тарифы на тепло в зарельсовой части Каннска. По его словам, накануне он встретился с генеральным директором СГК и обсудил этот вопрос. Поставил ему вопрос, что у нас в разных частях города тарифы от 1,5 тысячи до 4,5 тысячи. И что единственное решение вопроса я вижу, это если СГК возьмет полностью теплооснабжение города на свои плечи. Он, в принципе, согласен. Единственное, что Шлеги Владимир Владимирович сказал, что это 2,5 тысячи сервис и 3 крупных картельных. Но я пояснил, что тогда тарифы еще будут лучше, по стажей себе. В принципе, спасибо Сепану Александровичу, он такой вдумчивый. В принципе, даже мы договорились, что если будут источники федерального бюджета, тогда, в принципе, как я говорил ранее, тарифы должны по-моему скидаться с сего города. Но, в принципе, если будут источники федерального бюджета, тарифы в городе, как он был, останутся в речне. Среди приоритетных направлений в 2019 году останется социальная сфера. Это, в частности, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Уже известно, что Канск примет участие в федеральной программе и в нашем городе построит под эти цели многоэтажный дом. Продолжит в городе работать над ликвидацией очереди в детские сады. Андрей Береснев еще раз отметил, что жизненно необходимо строительство еще одного дошкольного учреждения. Позитивные события ожидают нас и в спортивной сфере. Так продолжает местная мэрия работу по проекту Ледового дворца. И теперь к другим темам. О состоянии муниципальных квартир, которые администрация выдает по решению суда. В народе ходят целые легенды. Людям приходится осматривать по нескольку жилых помещений, пока не подберут себе более или менее подходящую жилплощадь. И порой на это уходят годы. Так жительница Каннска Валентина Шалькова не смогла без слез смотреть на свою будущую квартиру. Ей и ее ребенку-инвалиду местные власти предлагают жить в нечеловеческих условиях. Ольга Ванеева с подробностями. Вот так реагирует в администрации на визит съемочной группы, которая присутствует при возврате ключей жительницы города. Вместе с ключами Валентина Шалькова подписывает акт об отказе от предложенного ей жилья. Эмоции еле сдерживает. Я так живу каждый день на нервах. У меня ребенок инвалид. Вы еще предлагаете такую квартиру. А это та самая квартира в пятом военном городке, которую часом ранее мы посетили вместе с женщиной. Здесь даже говорить ничего не нужно. Все и так видно. Разбитые окна, выбитая дверь. Электропроводки нет. Двухкомнатная квартира как будто после бомбежки. Куда ни глянь, следы разрухи. В такой раковине администрация предлагает женщине мыть посуду. Здесь готовить еду себе и сыну-инвалиду. На этих диванах спать. Принимать душ вот в такой ванне. Но настоящую опасность представляет проводка. Кругом торчат оголенные провода. Кульминацией осмотра стала работающая плита, она же обогреватель, который неизвестно сколько стоит тут во включенном состоянии. Здесь, наверное, плитка. Она включена. Она включена? Да. Ее надо выключать как-то. И она греет даже. Посмотрите, да. Греет. Такого не ожидала ни потенциальная хозяйка, ни мы. Прямая угроза неизвестно сколько нависала не только над этой квартирой, но и над всем домом. Ну как здесь жить? Здесь изначально нужен ремонт. Это сколько нужно денег. У меня сын инвалид, пенсию получает. Я пенсию получаю минимальную. На что мы будем сделать ремонт? Чтобы сберечь свою нервную систему, женщина решается снова подать в суд на администрацию. Теперь уже на неисполнение решения суда. Чиновники тем временем советуют не спешить. Ссылаясь на то, что они обязаны показывать все квартиры, которые освобождаются в муниципальном жилом фонде. Это то, что нам освобождают и сдают люди, которые там до этого проживали. И средства в бюджете на проведение ремонтных работ, тем более с запросами, у которых есть жители, чтобы с евроремонтом и так далее, в бюджете таких средств нет. Поэтому мы предоставляем то жилье, где люди до этого жили, сдали и другого у нас нет жилья. На квартиру с евроремонтом семья Шальковых и не рассчитывает, но и ремонтировать руины возможности не имеет. Насколько затянется этот квартирный вопрос, неизвестно. И это даже несмотря на то, что в решении суда, которое было вынесено еще летом прошлого года, черным по белому написано – предоставить жилое помещение незамедлительно. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Каннские полицейские задержали местного жителя, который может быть причастен к пожару на свалке Горбыля за Абонской горой. Ее площадь составляет более 15 гектаров. Огнем уже уничтожено порядка 3000 квадратных метров. Незаконный полигон отходов горит уже несколько дней. Стражи порядка выехали на место возгорания и обнаружили, что некий мужчина на фронтальном погрузчике стягивает макаронник в горящую кучу. По всей видимости, делал он это для складирования новой привозной партии лесопила. Увидев сотрудников полиции, нарушитель бросил трактор и попытался скрыться, но был задержан. В госавтоинспекторами установлено, что 22-летний житель города Каннска не имел разрешительных документов на управление транспортным средством. В связи с чем, в отношении него был составлен протокол по части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. По решению суда ему назначено 7 суток административного ареста. Трактор помещен на специализированную стоянку. По факту сжигания отходов лесопиления уже собран административный материал, который в ближайшее время будет направлен в Каннский отдел надзорной деятельности. Жителю города грозит штраф за нарушение пожарной безопасности. В настоящее время полицейскими проводится проверка, в рамках которой устанавливается цель нахождения водителя на свалке, собственник техники, а также лицо или организация, чьи указания выполнял задержанный. Сразу после короткой рекламы расскажем о том, какие меры предпринимаются по предупреждению возникновения пожаров на объектах лесопереработки. Точка зрения Анатолия Самкова, председателя Комитета по безопасности и защите прав граждан на сложную ситуацию в Каннске в части утилизации отходов лесопиления. Не переключайтесь. Техномир. Только самое лучшее для настоящих мастеров. Интерскул. Зор. Хусклана. Матита. Сайер. Бош. Д.О. Хьюги. Штилл. Техномир. Горького 41. Территория трикатарной паблики. Техномир. Световое оборудование. Все для электромонтажа. Техномир. Горького 41. Территория трикатарной паблики. А Ольга с бухгалтерией каждый день в новом. Как она это делает? Кредит, что ли, взяла? Я тоже возьму. А такое платье увидела? Вот возьму и куплю. И сумку. Одобряешь? Одобряю. Одобряем кредит до миллиона рублей под 9,9% на ваши цели. Восточный банк. Одобряем ваши желания. Ресторан Канны не перестает удивлять. Для именинников продолжает действовать 20% скидка. А также при заказе свадебного банкета в ресторане Канны номер в отеле для молодоженов в подарок. Мы всегда рады нашим гостям. Ресторан Канны. Кобрина, 26. Пока поджигателей задерживают, те, кто организует свалки отходов лесопиления, остаются на свободе. Тема несанкционированных свалок уже стала не просто большой проблемой для города, а настоящим экологическим бедствием. Сегодня в Каннске состоялось выездное заседание Комитета по безопасности и защите прав граждан. Представители разных ведомств обсудили меры по предупреждению возникновения пожаров на объектах лесопереработки. На лесопредприятиях пожароопасная обстановка в крае носит систематический характер. Меры, предпринятые после майских пожаров, самые масштабные из которых произошли именно в Каннске, не дают желаемого результата. Наш город по-прежнему завален отходами. Горбыль лежит в окрестностях у лесопилок, но особую опасность представляют кучи макаронника у жилых домов. Инициировано проявление акции «Безопасная весна», основной задачей которой как раз является очистка населенных пунктов и прилегающих к ним территорий от запламленности, мусора, горючих материалов, сухой травы. Какая обстановка сейчас складывается на территории Каннска и Каннского района, вы видите сами. Вот фотосъемка, которая была сделана. Как показывает практика, органы местного самоуправления не в полном объеме проводят работу по подготовке к пожароопасному сезону. Создаётся такое впечатление, что муниципальным властям проще выплатить административный штраф 150 тысяч и не принимать никаких действенных мер. Только за последние два года в Каннске образовалось более 20 несанкционированных свалок общим объемом порядка 2 миллионов кубометров древесины. И свалки постоянно растут. Не соблюдаются противопожарные требования и на самих предприятиях лесопереработки. А вот действия властей пока дают результаты только в части работы с населением. Выдали, по-моему, больше тысячи подписаний в частном секторе. Не убраны были отходы лесопереработки. Да, на самом деле, в Минном разводятся. Люди будут, особенно пенсионеры. На следующий день из 1200, что было, 600 уже будет. Решить проблему в городе можно установкой качественных утилизаторов. Подобные инвестпроекты уже имеют место быть. Ну а пока они начнут приносить ощутимую пользу, в городе будут продолжать утилизировать отходы либо незаконно, либо на предприятиях без должной очистки. А ведь при сгорании древесина выделяет опасные вещества. В Каннском районе ситуация похожая. Рейдовые мероприятия результата не дают. Свалки растут. Суд обязует районную администрацию ликвидировать их, но денег на это в бюджете нет. Подержу МЧС, то есть они рекомендовали, видимо, это попадет в решение недавнего совещания о том, чтобы мы, вот у нас на самоуправлении, расторгали договоры аренды. И у нас уже в отношении двух юридических лиц мы начали эту процедуру. Министерство экологии периодически приостанавливает работу предприятий, практикует изъятия автомобилей, на которых перевозят отходы. Штрахует, но все это носит разовый характер и не является системой. Предприятия города продолжают вредить экологии. Экологи намерены закрывать вредоносные предприятия. Сейчас решением проблемы отходов лесопиления заинтересованы все, кроме самих лесопереработчиков. Между тем предприятия по переработке отходов открываются в Курагинском, Багучанском, Минусинском и других районах. Каннского района пока не звучит. Там, где будет происходить непосредственно переработка отходов лесопиления. Поэтому сегодня не случайно, что мы собрались именно в городе Каннске и территория Каннского района в том числе. Она одна из самых острых, что называется, по утилизации отходов лесопиления. В ходе заседания в Каннске комиссия пришла к новым выводам. Так прозвучали предложения по проведению лицензирования предприятий и внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях на федеральном уровне. Также было принято решение начать переход от надзора к поискам путей утилизации. Только в таком случае можно надеяться, что Каннск в дыму не станет городом в огне. Татьяна Сандул и Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Сложная ситуация в Каннске в части утилизации отходов лесопиления до сих пор будоражит весь регион. Но эффективного решения проблемы до сих пор не найдено. Свою точку зрения по этому вопросу высказал Анатолий Самков, председатель комитета по безопасности и защите прав граждан. Ситуация с противопожарной обстановкой, она в лесном крае, которым является Красноярский край, всегда очень сложная. Сегодня мы здесь, но Каннск я бы назвал, может быть, с некоторым преувеличением, вообще территория экологической катастрофы. Каннск, город завален лесными отходами, пилками, на ряде свалок были, видели дымящие трубы, причем кодящие, я бы сказал, с очень опасными отходами производства. И это, безусловно, создает угрозу как пожара, так и угрозу жизни населения города Каннска, Каннского района. Здесь средоточие проблем. У нас проблемы не только, безусловно, в Каннске и в Каннском районе, с точки зрения борьбы с незаконным лесопилением, с утилизацией отходов. В других территориях лесных эта проблема есть, но в таких масштабах нигде нет. Крайними как раз муниципалитеты находятся. Да, они всегда делают все, что предложено делать, но нередко проблема заключается в том, что нет финансовых средств. Но я бы хотел, чтобы мы все подходили очень ответственно и понимали собственную личную ответственность. Никто нас не спасет, если сами мы не сделаем для собственного спасения, не примем соответствующие меры. Наш визит, может быть, не в таком масштабе, не последний в город Каннск. Мне он близок, я здесь учился, школу окончил. Здесь мои одноклассники живут, здесь мои родственники жили. И поэтому, конечно, с горечью смотрят, что происходит с Каннском. Просто как жители, как патриот Каннска. В эти выходные маленьких жителей Каннска ждет яркое событие – премьера балета «Сказки Чаполина». После почти шестилетнего перерыва детская школа искусств доработала и представила обновленный спектакль. На репетиции побывала Ольга Ванеева. У этих девчонок в балете не самые завидные роли. Они играют врагов Чаполина, над которым на протяжении всего спектакля то и дело насмехаются. Сложность партии как раз в том, чтобы правдоподобно вжиться в роли злодеев. Будь плохой – это очень плохо, но когда ты очень вживаешься в роль, то это очень здорово. Очень трудно для меня, потому что вообще в жизни я никогда такого себе не могу позволить быть настолько злой. Я даже подходила к своей бабушке, чтобы она мне показала, как это нужно эмоционально сыграть. Детский балет Чаполина совсем не с детской хореографией. Над выполнением сложных партий, созданных Галиной Семиютиной, ребятам пришлось трудиться не один месяц. «Это было не очень репетировать». «Долго это репетировали?» «Нет, нет, у нас было это… я плакала из-за этого». «Почему?» «Потому что строго очень». Сделать балет максимально понятным юным зрителям для хореографа-постановщика – задача повышенной сложности. Танцам трудно донести язык, но труп постаралась. Сложно чисто эмоционально, чисто артистично. Для нас это немножко сложновато, в том плане, что у нас нет в классе этого. То есть мы… вот в старших классах Анастасия Викторовна уже вырабатывает у них улыбку, отношения, там Испания или там Татария или там что-то. А у нас в классике этого нет. То есть у нас четко должна быть своя позиция, спина, лицо и все прочее. Декорации и костюмы создают атмосферу сказки, в которую погружаются и дети, и взрослые. За билетами на спектакль уже выстраивается очередь. «Кто еще не знает, семья, у них задействованы все и дочки, и мама, и папа, которые очень красивые декорации. Там звуковое сопровождение, световые эффекты, ну и такая смысловая нагрузка хорошая. И дети, конечно же, они там отдаются в полную силу. Вы нигде в городе Канске больше такого не увидите». Чиполина покажут на сцене детской школы искусств в ближайшие субботу и воскресенье в 18 часов. Цена билета символичная – 100 рублей. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. А в воскресенье православные отпразднуют Благовещение Богородицы Девы Марии. Праздник этот верующие отмечают каждый год в один и тот же день 7 апреля. Священнослужители наденут в праздник облачение голубого цвета. Именно этот оттенок является символом Богородицы. Во время богослужения пришедшим в этот день в храм расскажет о сути праздника и явления ангелок Марии. Сама суть праздника состоит в том, что Пресвятая Дева Мария получает благую весть о будущем рождения от нее Сына Божия, который станет Мессией и Спасителем мира. Эту благую весть Матери Божией возвещает Архангел Гавриил. Для нас этот праздник – начало нашего спасения, ибо с благой вести Пресвятой Богородицы, можно сказать, начинается эпоха Нового Завета, когда мир, находящийся в ожидании пришествия Христа Спасителя, будет обретать желанное спасение. Таковы итоги недели. А мы напоминаем, что новости пятого канала вы также можете смотреть в сети телекоммуникационной кампании «Орион Телеком» на 11, 19 и 26 кнопках. Не отказывайте себе в новостях нашего города. С вами была Анастасия Мосина. Всего доброго и хороших выходных. Прикоснитесь, присядьте, прилягте и оцените. КМК. Удобно выбирать, удобно покупать. Велосезон настал. Магазин «Старт» проводит супер-росигрыш велосипеда. Соверши любую покупку до 30 апреля и используй шанс стать обладателем велосипеда «Стелс» от магазина «Старт». Канск. Микрорайон. Придмостный, 14. Твой велосипед ждет тебя. 2019 год. Год цифровизации. Телекомпания «Пирамида Назарова». Мы в эфире. Канск и Каннский район нас смотрят и будут смотреть. Шумшинская продолжает вещание и знакомит земляков с событиями юга края. Зеленогурцы. Новости телекомпании «Эдмин» всегда будут с вами. Ачинск. Новый век. Нас смотрят. И в городе, и в районе. Канц супер-медиа. Мы верны своим зрителям. Мы вещаем. Енисейск. Стабильно выходит в эфир. Лесосибирцы крепко держат свои телевизионные рубежи и продолжают вещать. Жители города всегда в курсе последних новостей. Игарка продолжает информировать игорчан о жизни северного города и Турханского района. Иландский знает, где смотреть местные новости. В новый век телевидения, что бы там ни говорили, местные новости остаются в эфире. Смотрите нас по кабелю, в аналоге, в IP, в интернете и в соцсетях. Мы с вами и работаем для вас. Край будет видеть региональные и местные новости, несмотря на век цифровизации и отключение аналогов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова